Друзья, всем привет! Для тех, кто впервые на этом YouTube-канале, обязательно нажмите подписаться. Я прекрасно понимаю о том, что эмоциональный фон сейчас в стране скорее нацелен на то, как выбрать правильный генератор или какой мощности Powerbank для дома. Но тем не менее, нам с вами принципиально важно разобраться в том, что происходит в стране и к чему нас готовит власть в будущем, для того, чтобы не совершить ошибку с выбором тухлого продукта. На прошлой неделе в Верховной Раде активно обсуждалась тема будущих выборов в нашей стране, которые Офис Президента планирует провести осенью 2023 года. Я напомню, согласно закону о военном положении, выборы нельзя проводить. Но тем не менее, Офис Президента планирует внести правку в этот закон, для того, чтобы во время военного положения можно было проводить выборы. Вы прекрасно понимаете, что это выбор в один конец. Так как нету свободной конкуренции, так как другие политические силы не смогут представить свои программы, Зеленский, пользуясь этим, пользуясь военным положением, то, что и митинги нельзя будет проводить, хочет поскорее провести эти выборы. Я не исключаю, что эти выборы могут быть в той же программе ДИЯ. Меня, если честно, как гражданина Украины, очень смущает эта программа. Я до конца не понимаю, как она работает. Является ли это слежка за гражданами Украины, является ли это какой-то прослушкой. Но тем не менее, вы понимаете, какой это коррупционный риск проводить выборы через программу ДИЯ. Конечно, Зеленский выйдет и будет рассказывать о том, что так безопасно для того, чтобы люди не ходили на участки. Лучше голосовать дома со смартфона. Но это огромный риск для нас. Офис президента и команда Зеленского ссылалась на то, что в Эстонии же так проводят выборы. Но я хочу напомнить, согласно индексу восприятия коррупции, которая составила Transparency International, Эстония находится на 13 месте, вместе с Канадой и Австрией. Украина по-прежнему находится на 122 месте. До выборов 2019 года Украина была на 117 месте. При правлении Зеленского мы сдвинулись, как видите, на 5 пунктов. Теперь вся эта картина становится для меня логической. Почему Верховная Рада, точнее Кабинет Министров, при указании Зеленского выделил на телемарафон дополнительно 2 миллиарда гривен. И, конечно же, добавил еще 120 миллионов гривен на канал Рада. Это максимальный циничный подход Зеленского и Ермака. Ведь, по сути, он остается единственным политиком, который свободно может ездить по всем областям Украины, пиарить себя. И тот самый, как мы уже говорили, марафон пиздежа полностью замкнут на том, какой Зеленский, что он сделал, как он поступил, куда поехал. Альтернативы этому, к сожалению, на сегодняшний день попросту нет. Но я хочу напомнить, как у нас работает Офис Президента. Вспомните историю с губернатором Старуха, Старух, Запорожской области, когда НАБУ проводило у него обыски. Человек не отстранен. Зеленский по сей день никак не этого не прокомментировал. Вспомните историю с губернатором Днепропетровской области, с его подружкой, фитнес-тренером, которая получила подряд на полтора миллиарда гривен. Зеленский никого не отстранил, никто не понес ответственность. Он никак это не прокомментировал. И будущие выборы будут напаковываться в список именно таким же окружением, которые не будут задавать Зеленскому офису президента лишних вопросов. Вот такие послушные губернаторы, блогеры, которые на ТВ-марафоне выходят и хвалят Зеленского. Эти все люди окажутся в списках Зеленского, потому что они не будут задавать неудобные вопросы. А такие вопросы, кто разминировал Чангар, кто ответственен за 100 тысяч мирных жителей, которые погибли в Мариуполе. Сумасшедшая цифра, 100 тысяч погибших мирных жителей. За это кто-то должен отвечать. Кто будет отвечать за слив постоянной информации, конфиденциальной информации, которая связана с защитой нашей страны. За это кто-то должен отвечать. Почему за неделю до полномасштабного вторжения, когда было совещание в офисе президента, представители офиса президента приказали никуда не вывозить Мрию, которую в итоге потом разбомбили. Эти вопросы, все выборы делаются для того, чтобы неугодных просто-напросто убрать и оставить только тех, кто не осмелится задать какие-то вопросы. А любые политики, которые были до этого, пусть что-то там ворнякают, но при этом вся власть будет сконцентрирована в руках людей, которые не зададут ни единого вопроса. Вот это и есть основная цель, почему Зеленский хочет провести выборы осенью 2023 года. Ведь с 24 февраля у нас сформировалась новая национальная идея. Как можно говорить во время войны о выборах, как нам нужно будет жить уже после войны? Это является сплошной манипуляцией. Нам с вами нужно возобновить дискуссию для того, чтобы выбрать политиков, которые получат мандат наших ожиданий и пойдут во власть представлять наши с вами интересы. А в итоге во время войны просто хотят отобрать людей, которые просто не будут задавать ненужных вопросов. Посмотрите и вспомните историю, как чеченцы получали гуманитарную помощь и раздавали ее в Энергодаре. Это все на начасе. Фитнес-тренер на полтора миллиарда гривен, это тоже на начасе. Все эти вопросы на начасе. Поэтому Зеленский прикладывает все усилия для того, чтобы провести эти выборы осенью. Для того, чтобы отсеять всех абсолютно неудобных людей. Именно с этим мы должны бороться. Для того, чтобы не позволить этому произойти. Я впервые за все много скликань, которые я был в Верховной Раде и был в оппозиции, проголосовал за бюджет. Это был оппозитор Нестор Шуфрич, который яро защищает офис президента Зеленского и рассказывает о том, как важно поддерживать сейчас власть. Вы только вдумайтесь, человек, который причастен к тому, что пришла война в нашу страну, сейчас полностью защищает действия Зеленского. Ни один из них не получил подозрения. Они также продолжают в унисон голосовать с офисом президента и вместе со слугой народа. Вспомните опросник во время местных выборов. Пять запытаний ведь президента Украины. Где в итоге они все оказались, эти пять вопросов? Они оказались на помойке. Все их выбросили и на ваше мнение было наплевать. Пиздеж стал неотъемлемой частью ДНК офиса президента. Вспомните, как он рассказывал о том, что пенсионерам будут раздаваться смартфоны для того, чтобы они могли голосовать. Для того, чтобы они могли научиться пользоваться теми же смартфонами и программой ДИЯ. Это все оказалось пиздежом. И это продолжается по сей день. Именно из-за Зеленской в его команде у нас обострились отношения с Республиканской партией Соединенных Штатов Америки. Зеленский привык как царь общаться с царями. Но в Америке все устроено по-другому. Есть разные группы влияния. И вместо того, чтобы выстраивать отношения и с демократами, и с республиканцами, Зеленский решил выстроить отношения с демократами и поссориться с республиканцами. В итоге они начали задавать все больше и больше вопросов. Нужно ли дальше так помогать Украине? Возможно, нужно усадить их за стол переговоров. Это все вина Зеленского, его политики, которую он продолжает по сей день. И мне не хочется как гражданину Украины видеть, что нашу страну, просто нашей страной управляют некомпетентные люди. А теперь представьте, что это все может умножиться в десятки раз во время выборов, когда он захочет провести их во время военного положения. Потому что вот такие губернаторы с фитнес-тренерами, такие старухи, такие представители офиса президента, которые ездят на гуманитарной помощи, они все попадут в Верховную Раду. И не останется людей, которые будут задавать неудобные вопросы Зеленскому. 6 ноября 5 стратегических предприятий, такие как Укрнафта, Укртатнафта, Запорож Трансформатор, Автокрас и Матросич были изъяты у собственников и переданы государству. По завершению военного положения акции будут либо возвращены собственникам, либо возмещена их стоимость. Отметили в нацкомиссии под ценным бумагом. И теперь внимание, кто же возглавляет, вы спросите, эту нацкомиссию. А возглавляет ее Руслан Магомедов, внештатный советник Андрея Ермака. Того самого Ермака, который вел мирные переговоры с Россией, который слил спецоперацию по вагнеровцам, который является представителем ФСБ в Украине. Так вот, его люди возглавляют стратегически важное предприятие. Интересная ситуация складывается с предприятием Запорож Трансформатор. Получается, государству в роли управлителя нужно будет, скорее всего, погасить долг перед банками в размере 3,6 миллиарда гривен. А это с вашего кармана погасить эту задолженность. Но теперь давайте вспомнить другую историю. Именно Григоришин, по информации в СМИ, купил квартиру Сергея Лещенко, который сейчас является говорящей головой Офиса Президента Украины. Выходит, человек просто решил свою проблему и не будет уплачивать долг в размере 3,6 миллиарда гривен. Интересная ситуация тоже складывается с Укртатнефть, Укрнефть Игоря Коломойского, который принадлежал до этого Игорю Коломойскому. Вы прекрасно помните, как во время выбора в 2019 году Зеленского с ним ассоциировали. И сейчас перед следующими выборами ему критично важно дистанцироваться от него. Первая часть спектакля была, когда у Коломойского забрали гражданство Украины. А все сделалось это для того, чтобы он просто-напросто не попал в список олигархов. Вторая часть, когда у Живаго забирают его предприятие, чтобы он не мог финансировать, а какой-никакой оппозиционной медиа. Третья часть, основная, это то, что благодаря засекреченным статьям расхода из бюджета просто будут покрываться дыры в этих частных предприятиях, а потом возвращены их собственникам. А чтобы такие ценные активы были в надежных руках, что сделал Ермак? Правильно, он расставил своих людей в наблюдательные советы, сразу же в роли смотрящих. Например, в Укрнафту. Роза Топанова, которая сидела с секретарем в кабинете в юридической международной компании Андрея Ермака, но после того, как он стал главой офиса президента, она вошла в НАПСовет поощадбанку. Теперь Роза Топанова главная по нефти и газу. Андрей Гота, который сейчас руководит кабинетом Ермака в офисе президента. Идем дальше. Александр Грибан, заместитель министра экономики. Но что самое интересное, это тот Грибан, у которого Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски о деле о краже гуманитарки в Запорожской области. Вы просто можно охуеть с этого всего. Люди, которые замешаны, причастны к разворовыванию гуманитарки, идут просто на повышение. А все потому, что они приближены к Ермаку. Все прям как идеально в мафиозной структуре работает. Что самое интересное, в Укрнафту прилетело около 30 ракет. Оно разрушено. Чтобы его восстановить, нужно сотни миллионов долларов. Теперь становится очевидно, что это вся сделка для того, чтобы за бюджетные деньги восстановить это предприятие. И чтобы два раза не вставать, они сразу потом заплатят бывшему владельцу деньги за использование этого предприятия. Теперь все становится очевидным, почему Зеленскому так важно провести выборы и получить полную монополию на всю Верховную Раду. Абсолютную монополию. Потому что именно вот такие прецеденты дальше будут его преследовать. И это вопрос его выживания, подстраховать себя, чтобы никто не занимался расследованием подобных действий. Конструкторское бюро Антонова заявило, что им нужно 500 миллионов долларов для того, чтобы воссоздать самолет МРИА. Но наша национальная МРИА заключается в том, чтобы каждый заместитель и глава офиса президента, которые приняли решение не эвакуировать эти самолеты из Костомельского аэропорта, понесли ответственность и сидели в тюрьме. Вот в чем наша национальная МРИА. И Зеленский занимается эмоциональной заменой, пытаясь продать нам готовый самолет МРИА, для того, чтобы мы с вами не думали о том, так почему вы его не вывезли. Или Министерство культуры Украины уже строит, собирается строить мемориальные комплексы в Ирпене и в Буче, для того, чтобы мы уже туда ходили. Да мы хотим разобраться, почему они так быстро дошли до Ирпеня и Бучи. Почему вы, суки, оттуда не эвакуировали людей. Мы в этом хотим в первую очередь разобраться. А то, что делает офис президента, оно пытается это убрать, чтобы мы об этом не думали. Вот уже мемориал есть, вот уже новый самолет мы будем строить. Вам не надо думать о том, кто его не вывез. Вам не надо думать, кто разминировал мосты. Мы уже новые мосты построим. Вот чем занят офис президента. Они хотят снять с себя эту всю ответственность. Но наша с вами национальная мрия, чтобы каждый этот мудак сидел в тюрьме. И пожизненно сидел, блять. Вот в чем наша национальная мрия. И мы не должны от этого отступать с вами. В 2018 году авиакомпания Антонова представила боевой дрон Горлица. Но, к сожалению, с приходом Зеленского к власти, эту всю программу остановили. Самый примитивный шахид, который бомбит наши города, стоит примерно 30 тысяч долларов. Так вот, авиакомпания могла бы разработать на эту сумму в 500 миллионов долларов вот эти боевые дроны, которые летают на расстоянии в тысячу километров. Это вышло бы примерно 17 тысяч дронов. Представьте, какое бы у нас конкурентное преимущество в войне сразу бы появилось. Но при этом они занимаются другим. Они пытаются эмоциональный фон взять наперед. А не нашу стратегическое преимущество. И поэтому пытаются нас на фасад постоянно выталкивать. Нам нужен самолет Мрия, для того, чтобы нам снова было чем гордиться. Мы будем гордиться, когда в нашей стране будут интересы наших граждан и нашей стране стоять превыше всего. А не интересы отдельных политиков дорваться до власти и дальше грабить нашу страну. Или вот еще один пример. Норвегия продает Румынии за 388 миллионов евро 32 поддержанных истребителей F-16. Теперь снова представьте, сколько можно было бы купить истребителей таких F-16 бушных, при этом не стоить один самолет Мрия. Какое бы мы преимущество сразу получили. Но нет, снова Мрия, выборы, для того, чтобы потом на фоне этого самолета толкать свою предвыборную кампанию. И о том, как он будет восстанавливать нашу страну. Ожидая огромные транши от наших западных партнеров для восстановления Украины. Уже просто сидит и потирает ручки, как эти деньги будут распиливаться. Пока Зеленский встречается со звездами, всемирно известными звездами, призывает их собирать деньги на помощь Украины, есть такое предприятие Арма, государственное предприятие Арма, которое занимается реализацией арестованных активов. Так вот, компания Арма на товарной бирже при Днепрове продала на аукционе 2 с лишним тысячи тонн хлористого калия. Казалось бы, продажа просто продажа, нормально все деньги пойдут в бюджет Украины. Но есть одно «но». Этот лот был реализован по цене в 39 миллионов гривен. Но что самое интересное, по самым скромным подсчетам, цена этого лота по рыночной стоимости составляла 140 миллионов гривен. И там был только один претендент на покупку этого лота. Я уже обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с посьбой разобраться в этой ситуации. Становится очевидно, что для Армы это была просто-напросто разминка. Потому что у них в управлении есть еще 53 тысячи тонн хлорида калия. 53 тысячи тонн. Рыночная цена его составляет примерно 3,5 миллиарда гривен. Но очевидно, что они мелкими партиями будут его продавать, как предыдущий лот. Тогда бюджет Украины не получит 2,5 миллиарда гривен. Это примерно 17 тысяч пикапов для вооруженных сил Украины, которые можно было бы купить. 17 тысяч пикапов. Но нет, они предпочитают набить свои ебаные карманы, простите за выражение. Единственное, что я надеюсь, что рано или поздно эти все ублюдки поздыхают. Слава Украине! Слава Украине!